Всем привет, ребята, это Шахматный Феникс, и у нас такое небольшое видео по поводу статистики матча. Внесем ясность. На данный момент готова жеребьевка целых 12 туров. Итак, первый тур принимает участие Кирилл Широков, Айрат Каримов, второй тур Петя Андреев, Денис Михалюк, третий тур Никита Петров, Кирилл Рева, Олег Сломахов, Владимир Михайловский, Петр Андреев. Короче, что я читаю, сами почитайте дальше. Да, я думаю, все, кто смотрит данное видео, вполне могут прочитать. Да. Итак, ну, на данный момент в группу вышло уже целых 4 тура, а именно Кирилл Широков, Айрат Каримов, Петя Андреев, Денис Михалюк. И Кирилл Широков снова продолжает читать. Да, Петя Андреев, Платон Гальперин, и какой-то еще тур вышел. И все. Нет. А, да, все. На данный момент счет 4-2, но уже, ребята, завершен матч Никиты Петрова и Кирилла Ревы. Завершен матч Кирилла Широкова и Александра Давидчика. И завершен матч Артема Капустина и Артура Яничкина. Вот буквально несколько минут назад завершен, на самом деле. Да, и, конечно же, ждите. Ждите эти туры в группе. Ну, что можно сказать? Можно сказать то, что поучаствовал. Вы так просили, чтобы кто-то из участников группы принимал участие в комментировании этого матча. И, конечно же, мы к вам прислушались. И решили мы выбрать самого молодого из ваших участников, а именно Платона Гальперина. Он с удовольствием предоставил нам себя во время матча тура Никита Петров против Кирилла Рева. Да, кстати, тур получился довольно интересный и, пожалуй, самый продолжительный. Чересчур продолжительный. Да, если не ошибаюсь, обе партии Суварда продолжались больше получас. И необычайно скучно получались обе партии. Ну, на мой взгляд. Хорошая анонс. На мой взгляд, вторая партия очень интересная. Очень интересная. Может быть, самая интересная из всех сыгранных пока. Но это только на мой взгляд, конечно. Так, ну мы... Что у нас дальше? Давайте пока немножко подраскинем шансами. Немножко... Давай, Никита, почувствуем себя букмекерами. Да, ну, во-первых, обратите внимание, что два, возможно, сильнейших участника команды администраторов, они играют очень мало, а именно один из ваших текущих комментаторов и также Петя Андреев играют, соответственно, один и два матча из первых 12, что, конечно, не может не расстраивать. Я лично доволен. Да, тем не менее, пока команды администрации держатся молодцом. Как вы видите, из трех завершенных матчей, чьи результаты уже широко известны, ни одного программа не было. А в одном Петя даже победил Денисом, как раз, со счетом 2-0. Ну, а также мы можем, я думаю, да, вкратце порассуждать о возможных результатах тех матчей, которые либо уже сыграны, либо... Ну, мы не знаем их результатов, либо еще не сыграны. Да. Итак, Олег Сломах, Владимир Михайловский. А Петров и его. А, да, Петров... Мы не будем, он уже сыгран, мы ничего не будем говорить по поводу этих партий. Да, ждите. Да, Олег Сломах, Владимир Михайловский. Ну, я считаю явным лидером здесь Владимира, потому что Вова много играет сейчас в шахматы, а Олег мало играет в шахматы. Ну, я считаю... Еще у Олега есть жена. Да, это проблема, конечно. Так же, как и у Каякина. Вот. Но я считаю, что, несмотря на то, что Вова фаворит, и его фаворитизма, это, конечно, не совсем удачное потребление данного слова, в общем, его превосходство в его шансах в данном матче, ему не хватает на 2-0. То есть, самым вероятным не видится исход полтора на пол очка. Ну, это будет неплохим результатом для участников. Итак, Кирилл Широков, Александр Родовичик, мы не трогаем партии. А, кстати, но тур, Никит, по-моему, получился интересным. Да, тоже с некоторыми неожиданностями, прямо скажем. Артем Капустин, Эльмар Кулиев. Ну, здесь я тоже поставлю на победу участников 0-2, без обида Артема. Один полтора на пол очках. Мне кажется, что вот недавно мы наблюдали игру в исполнении Артема, и, на мой взгляд, она вполне неплохая. Так что... Так что, следующая партия Кирилл Широков, Евгений Галяков, и здесь я поставлю на 0-2, потому что с Евгением я... Ну, тут Кирилл виднее, Евгений, я так понимаю, его знакомый. Да, сыграл я. В общем-то, я тоже вас поставлю на 0-2. Артема Капустин... Кстати, обратите внимание, с нашими текущими прогнозами команда участников группы уже выходит вперед. Да, Артем Капустин, Андрей Разумов. Здесь я возьму уверенную паузу и поставлю на 2-0 на участников администрации. Ну, я не уверен, что Артемов выиграет, но я не знаю, 1,5 на полочка или 2-0. Потому что Андрей Разумов все-таки имеет 2,500 на планете и неплохой шахматист. 2,500 Андрей Разумов имеет? Да. Итак... Артем фаворит, все равно Артем фаворит. Артем Капустин, Артур Янечкин. Две интереснейшие партии получились, ребята, ждите. Артем Капустин, Георгий Перелугин. Кстати, битва радостников. Я очень жду эту туру. Да, но все же мне кажется, что Артем фаворит. Где-то на полтора, на полочка. А я вот жду этого тура и думаю, что будет здесь ничья. Ну, в любом случае, пока по текущим прогнозам, команда участников группы явно идет в лидеры. И пора бы уже вступать Пете и мне, тебе не кажется. Ну, а я причем, Никита, так не положено. Потому что, как мы видим в 12-й паре, Олег Саламаха, Вася Боришин, шансы администраторов тоже видятся не очень хорошими. Ну, боже, верю я в Олега, и я думаю, по силам зацепить у Васи Палачешко. А я считаю, что Вася может быть даже сильнее, чем Вова в конкретном контексте данного матча. Я не исключаю 0-2 счет. Да, ребята, интересно. И что получилось-то по результатам наших прогнозов? Давай проверим еще раз. На данный момент мы введем плюс 2. Третью парочку не трогаем. Мы не можем трогать третью, шестую и десятую. Ну, хорошо, без них. Мы, в общем, не трогаем третью. Я посчитал. Плюс 4 получилось. Мои результаты плюс 3,5 в пользу участников группы. Плюс 3,5 быть не может. Плюс 3,5. Я же поставил пол очка на Васю. Ну, плюс не может быть 3,5. Это может быть только целое число. Плюс или минус – это разность побед и поражений. Ты меня понял. Ну, хорошо, я сейчас посчитаю нормальным. Плюс 3. То есть плюс 2 после Олега остановится. Ну, я считаю... Ты не забываешь, что меня через 3 минуты 11 секунд выбьет бандикам. Ну, ничего страшного. Я успею. Плюс 1 после 4. После 7-ой – 0. После 8-ой – минус 2. После 9-ой – минус 1. После 11-ой – 50%. И после 12-ой – минус 2. Ну, то есть минус 2. Печаль. Печально. Кирилл, ты чувствуешь? Ну. Не хватает явных лидеров. Нет. Наши классные. Сильно не хватает. У нас все честно, ребята. У нас все честно. Еще не забывай, что одни из главных... Да, ребята. В скором времени за участников группы будут играть такие звезды, как Владислав Чижиков, Федор Малькевич, Иван Бабиков. Кто еще? Кто еще из сильных людей будет участвовать за администратором? Я не знаю. Тебе виднее. А когда будет уже участвовать кто-нибудь из сильных людей из команды администрации? Этот вопрос никого абсолютно не интересует. Ну, а на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...